Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами сошьем вот такой замечательный прозрачный корсет с отрезными чашками, ригелином и шнуровкой на люверсах. Как всегда, я шью только по своим выкройкам. Сегодня буду использовать выкройку корсета с отрезным бочком. Нужный размер выкройки я переношу на бумагу. Не забываю ставить все метки. Немного моделирую выкройку. Линию центра переда поднимаем вверх и делаем прямой угол. Внизу, исключив припуск, поднимаюсь на полтора сантиметра вверх и рисую прямой угол к центру переда. На второй детали, отступив припуск, поднимаюсь также на полтора сантиметра. Здесь поднимаю линию на 2 сантиметра. Здесь также вверх на 2 сантиметра. И плавной линией соединяем с нижней точкой бока. Соединяем новые точки и дорисовываем линии припусков. На боковой детали спинки поднимаемся на 10 сантиметров вверх. На центральной детали также на 10 сантиметров. Центральную деталь спинки мы моделируем в планку под люверсы. Как сделать такую планку и поставить люверсы, смотрите в моем предыдущем ролике. Ставим метки, чтобы не запутаться. Вырезаем. Проверяем сопряжение деталей. И корректируем боковую деталь спинки. Здесь проведем прямую линию. Вырезаем нашу новую выкройку. Для чашки из ткани верхний срез немного углубим. Вниз откладываем 1 сантиметр. Припуск 7 миллиметров от него рисуем новую линию. Выкройка чашки из ткани готова. Вырезаем ее. Теперь сделаем с вами выкройку чашек из поролона. Также перенесем новую линию среза. И обозначим линии припуска. Они равны 7 миллиметров. Вот все эти обозначенные припуски мы просто срезаем. Вот так выглядят выкройки чашек из ткани и из поролона. Шить я буду из корсетной сетки. Она нейлоновая, не тянется, стабильная. Центральная деталь переда со сгибом. Подкалываю выкройку к сетке, соблюдая долевую нить и выкраиваю. Откалываю бумагу от сетки и на центральной детали переда наметим будущую линию косточки по центру. Разбираем детали и сразу их соединяем друг с другом для того, чтобы не запутаться. Совмещаем срезы и метки. Сметали швы иголочками и шьем с припуском 1 сантиметр. Теперь будем пристрачивать припуски. Припуск спинки разворачиваем в сторону центра спинки. Шьем, отступив 2-3 миллиметра. Остальные припуски отворачиваем в сторону центра переда. Для кулисок из основной ткани нарезаем полоски по долевой шириной 4 сантиметра. Чтобы ткань не сдвигалась во время шитья, прихватим срезы иголочками. Ее с припуском 7 миллиметров. Можно срезать половину припуска. Выворачиваю с помощью вот такого специального крючка. Теперь беру ригелин шириной 12 миллиметров. Закругляю кончик ножницами. Немного оплавляю огнем для того, чтобы он не был острым и не цеплял ткань. Продеваем ригелин в кулиску. Если косточка плохо продвигается внутри, я беру большую неострую иголку и продвигаю ткань. Делаю это со стороны изнанки. И только после этого отрезаю ригелин и выравниваю шов. И у нас с вами получаются вот такие заготовки. Их можно немного поутюжить. Кладем косточку поверх припуска так, чтобы его полностью спрятать. Край косточки прикрывает строчку на 1 миллиметр. Прокладываем строчку по краю ригелина и пришиваем второй край. Центральную кость накладываем на намеченную линию и пришиваем двумя строчками. Обращаю ваше внимание, это очень важно, что под чашками косточки пришиваются ниже на 1 сантиметр. Берем нашу заготовку, сдвигаем ткань с ригелина и отрезаем 1 сантиметр. Оплавляем срез ригелина, возвращаем ткань на место и только после этого пришиваем. Итак, я пришила все косточки и заодно закрыла все припуски. Переходим к чашкам. Для внутренней чашки я беру бельевой поролон толщиной около 5 миллиметров. Раскладываю детали выкройки, обвожу. Для второй чашки переворачиваю детали выкройки и также обвожу и ставлю все метки, чтобы не запутаться. Выкраиваю детали чашки. Готово. Если ваша швейная машинка плохо шьет бельевой поролон, поставьте на нее иголки для трикотажа. Детали сшиваем встык швом зигзаг шириной 6 миллиметров и длиной стежка полтора миллиметра. Шьем, совмещая метки. Готово. Беру ленточку шириной 8 миллиметров. Сначала пришиваю ее к нижнему шву чашки, дохожу до горизонтального шва, останавливаюсь. Также пришиваю второй край. Отрезаю ленту и также двумя строчками нашиваю ленточку на горизонтальный шов чашки. Чашка из поролона готова. В этом корсете я использую стрейчевый трикотаж с напылением. Для чашек ткань я проклеиваю нестрейчевым дублерином на хлопковой основе. Проклеила. Выкладываю детали выкройки чашки, соблюдая толевую и выкраиваю. Сначала стачиваем нижний шов чашки. Припуск 7 миллиметров. Шов в разутюжку и соединяем с верхней деталью. Детали в точке начала припуска сходятся точно вровень. Совмещаем все метки. Шьем с припуском 7 миллиметров. На круглой колодке отутюживаем и формируем поролоновую чашку. На тканевых чашках срезаем нижний припуск оставив 4 миллиметра. И заутюживаем припуски вверх. И также формируем красивую округлость. Готово. Совмещаем тканевую и поролоновую чашки. Совместив все швы и срезы иголочками. Прокладываем соединительную строчку на 3 миллиметра от срезов. Чашки готовы. Будем вшивать их в корсет. Припуски будут на лицевой стороне. Совмещаем припуски и метки. Вкалываем чашку в ухо корсета. Шьем с припуском 7 миллиметров. Вот так сейчас выглядит корсет с лица. И вот так с изнанки. Из трикотажа под углом 45 градусов выкраиваем две полоски ткани шириной 3 сантиметра. Приметываем к припуску, немного припосаживая ленту. Шьем по предыдущей строчке. Надрезаем припуск сетки. Оборачиваем лентой припуск и приметываем. Теперь приметаем к корсету. Прокладываю строчку по краю. Кулиски для подгрудного каркаса готовы. Из ткани нарезаем полоски шириной 4 сантиметра. Полоску лицевой стороной накладываем к верхнему срезу. Припуск 7 миллиметров. Пришиваем, немного натягивая ткань. Нижний срез также обрабатываем. Подравниваем срезы. Убираем лишнюю длину косточек. Оставляем свободным 1 сантиметр ленты. Оборачиваем лентой срезы и приметываем. Шьем по лицевой стороне. Подравниваем срезы. Прикладываем ленту. Пришиваем. Оставляем 1 сантиметр. Огибаем вокруг среза и приметываем. Пришиваем. Вставляем в кулиску подгрудный каркас. И теперь пришиваем ленту к верхнему срезу переда. Ленту обязательно немного натягиваем во время шитья. Подравниваем. Срезаем лишнее. Ленту огибаем внутрь. И приметываем. Прокладываем строчку по лицевой стороне. И вот наш корсет абсолютно готов. Я надеюсь я вдохновила вас на творчество. Выкройку этого корсета в 5 размерах вы можете приобрести на сайте нашей школы шитья. Я всем желаю легкого кроя и шитья. С вами была Юлия Чумакова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok